Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восадули в огороде. Сегодня я вам хочу показать один из способов, очень интересный способ посева редиса. У кого-то он удается, у кого-то не удается, потому что мы, как правило, его загущаем, и редиса, в общем-то, нет. Немало важное значение имеет еще правильный подбор сорта редиса. Я всегда пользуюсь редисом или черриет, или глориет. Этот редис, конечно, он удается всегда, 100%. Вот, посмотрите, вот такие вот упаковки я покупаю. Редис обработан террамом, вот, очень хорошо, прям зернышко к зернышку. Это продает у нас гавриш, вот такие вот посадочные, вот такие вот конверты, да, будем говорить, вот с семенами. Поэтому я вам рекомендую все-таки приобрести именно вот такие вот семена. Что я, как я буду сегодня селить редис? Дело в том, что я давно видела этот способ, но не пробовала. В этом году я его попробовала, и мне он понравился. Мне потребуется для этого ячейка от яиц. Ячейки могут быть разные. Могут быть большие, могут быть маленькие, на три десятка. В данный момент у меня на 10 штук. Кто-то писал, что не нравится мне этот способ посева. Но дело в том, что надо понимать, многие сеют редис, не делая отверстия в дне. А это неправильно. Делаем, что делаем. Мы берем, вот я беру вот так вот нож, и срезаем макушки у ячейки. Что в итоге у нас должно получиться? Вот такое вот, видите, устройство. Вот с такими вот отверстиями. Кстати, можно сеять салат, укроп, можно морковку, все что угодно. Теперь вот эту ячейку мы берем, и вот так вот, вы видите, я ее как бы немножко вот так вот провозила. Здесь у нас образовалась земля. Вот, вы видите. Теперь каждую ячейку я буду сеять редис. Кстати, если вы будете просто делать один прокол, там, чем-то, ножницами или чем прокалывать, то вы, конечно, будете сеять по одному зернышку. Я делаю так, что мне можно вот сюда будет сеять по два зернышка редиса. Во-первых, что очень хорошо ячейка, вот, вот я вам покажу. Вот, вы посмотрите, какой идеальный редис у Гавриша в таких пакетах. Вот видите, какой редис. Посмотрите, он обработан террамом, с ним хорошо работает. Семечка к семечку. Теперь надо разложить редис вот в эти ячейки. Я буду класть по два семечка. Ну, три упало, ничего страшного. Редис посажен. Вот, вы видите, я его разложила в ячейки. Теперь необходимо засыпать грунтом. Ну, можете любым хорошим грунтом засыпать. Здесь вот у меня перегной. Хорошие грунты я им засыпаю. Все, редис посажен. Он хорошо растет, развивается. В ячейке ему тепло, она хорошо держит влагу. После того, как вы посеяли редис, необходимо хорошо-хорошо его полить. Вот и, пожалуй, все, в чем заключается работа. Вот такой удачный способ, я считаю, удачный способ посева редиса, потому что у нас уже есть в одной теплице он взошел. Вот, редис я вам хотела сегодня, ну, напомнить. Многие про него знают, но не знали таких тонкостей, что надо вырезать вот отверстие, например. Его просто сеяли в ячейки. Это неправильно. А с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока-пока!